Надо, чтобы мой велик не украли. Я в Тюмени! Кабан! Тут круто! Женщину на стиле на велике. А вот мой красавчик! Напишите, как вам мой величек. Я занес велик на третий этаж. Не знаю, заносят ли другие люди. А, да, вот парень заносит. Офигеть! Мы на мосту! У-ху! Хей, йоу! Ребят, всем привитосики! Я взял велик на прокат. 27,5 колеса. Стоит 200 рублей час. Быстро вам покажу его. Тормоза дисковые, ножка. Здесь нету крыла. Там тоже нету крыла. Какой-то РИКС. Кто знает, пишите в комментах. Возможно, это НОНЕЙМ. Мне подругали седуху. Я проехался на нем. Он чуть-чуть скрипит, но совсем малость. Все. Смотрите, я взял на 2 часа с 6 до 8. Это район Широтный. Здесь, кстати, мойка. Сегодня мы мыли... Ой, машину здесь. За 50 рублей. Вот тут вот я взял велик. Сейчас посмотрим адрес. Вот в этом доме 66 Пермякова. Вот сбоку. Вон он там. Они, грубо говоря, там чинят велик и сдают на прокат. Там все из-подряд на прокат. Коляски, всякая хрень. Я хочу доехать до набережной и кайфануть по Тюмени. Поэтому погнали! Сейчас как раз пробки начинаются. Вот, я вам покажу. Мама дома отдыхает. Пробки, ну, потому что люди едут с работы. Я посмотрел. Сейчас посмотрю и скажу, сколько километров до набережной. На самом... А, я помню. 8 и 100. 8 километров 100 метров. Поэтому погнали. Ё-о-о! Велосипедисты наваливают. Так, ребят. Я одной рукой держу руль. Кстати, нужно получше обзор сделать этого велосипеда. Потому что я хочу себе велик купить. Вот это, если честно, велик нормальный. Но у него слышен какой-то скрип подшипников. Но в целом он четкий велик. Ну, ощущается. Надо, кстати, осторожным вот так вот снимать видосы. А то можно мотануться. Вон чел поехал. Я у него спросил, где велики купить и как быстрее доехать до Напки. А он мне все подсказал. И смотрите, что я заметил. Прикиньте, у них отдельная дорожка есть для велосипеда. Вы видите? В смысле, вот это отдельная дорожка. То есть вот эта встречка с левой стороны, а мне туда ехать. Я охренел. Так, я Крополя подустал. Буду все по дороге показывать, что буду интересно видеть. Давайте. Газ 17 рублей. Но я уверен, дешевле можно найти. 100%, 15, стопудово. И бензин. Едем дальше. Это мы на Мельникайте. Вот так сейчас выезжаем. А потом на Республике налево. И поедем до моста. Ну, кто шарит, кто был в Тюмени. Я, короче, под мостом решил снять видос. Сейчас и пройдусь вниз. Женщину на стиле, на велике. А вот мой красавчик. Напишите, как вам мой величек. Так, я хотел вот сюда спуститься. Надо осторожно. Сейчас посмотрим. Как вам движуха? Надо, чтобы мой велик не украли. Я в Тюмени! Кабан! Тут круто. Надо велик, чтобы не стыбзили. Я решил немножко остановиться, подснять. Вот Тюменский торговик. Нормальный. Там есть одежда дешевая. Мы сегодня, наверное, с мамой туда съездим. Ну, там дешманская одежда. Но она более-менее качественная, нормальная. Я еду он туда. Это Мельникайте, да? А потом будет Республике. Приехал вот оттуда. Там Кристалл. То есть я вот так вот. Слышь, офигеть, там поезд едет. Вы видите? Ну, состав. Прикольно. Нифига. Нет, просто почему я так радуюсь? Потому что я в мегаполисе. Если честно, после ноябрьска ты себя здесь ощущаешь, как будто в мега каком-то лакшери. Я занес велик на третий этаж. Не знаю, заносят ли другие люди. А, да, вот парень заносит. Получается. Сейчас покажу. Вот снизу, грубо говоря, я оттуда приехал. Так вот. Туп-туп-туп-туп. И вот сюда вот занес на третий этаж велик. Вот он стоит. Люди присматриваются, хотят угнать походу. Какой-то лютый движ тут. Блин, надо быть осторожным. Сейчас я вам покажу пробку. Велик пока вот тут запарковал. А, кстати, ну там не сильно. Вот здесь вот уже такая торговый центр премьер. Мы здесь с кабаном были как-то. И вот пробочка. Поэтому, ребят, на самом деле на велике есть смысл катосить в больших городах. У-ху! Как здесь клево! Нет, серьезно. Ну, блин, Севастополь на самом деле, куда мы едем, там не хуже. Просто я отвык уже от такого. Поэтому мне кажется, что тут очень мега круто. Песик. Песик. Я потом, когда приеду в Севастополь, сравните видос Севастополя. Я скажу, потому что у меня эмоции есть сейчас. Я скажу, где лучше по ощущениям. Потому что я же давно уже не был ни в Тюмени, ни в Севастополе. Я скажу свое впечатление, и вы скажите по видео. Девчонка куда-то торопится. Вот оттуда я приехал со сквера. Вот это администрация ихняя. Походу в Тюмени я не шарю. Если не прав, напишите. Просто показываю все какие-то красивые места, которые мне нравятся. И еду до набережной, до моста влюбленных. Тюмень очень красивая. Мотоциклист поехал. Так, нужно быть осторожным, ребят, держать. Держать руль крепко. Стою на светофоре на красном. Кабана, этот отрывок специально для тебя. Помнишь, мы тут гуляли? Короче, мы, получается, поставили тачку где-то в этих районах. Тут ночью покупали шавуху. И вон там гуляли. И помню, это года 4 назад было, когда мы в Крым ехали. Поэтому я для тебя специально заснял этот участок. По дороге еще какой-то парк. Название, ребят, я не смотрю, потому что, в общем, прошло уже 45 минут, как я катаюсь. Я еще не доехал до Анапки. Ну, до набережной, где мост влюбленных. Но, тем не менее, я надеюсь туда доехать, покататься там. И быстрее обратно вернуться. Ей, ребят, я успел. Но мне уже сейчас надо будет обратно ехать. Вот тут хот-доги продают. Возможно, тут байкеры собираются. Вон, я люблю Тюмень. И сейчас заедем сюда. Аккуратненько. А остальные люди нормально? Еее. Надо обязательно спуститься вниз. Фух. Мало времени остается. Вон мост. Хотя бы по мосту проехаться. Спуститься вниз, возможно, уже не получится по времени. Фух. Ребят, уже 55 минут. А мне в 10 край надо будет отсюда выезжать. Ну, в 15. Посмотрите, там какие-то, короче, движухи. Вон, для велосипедистов. Я не вижу. У меня плохое зрение. Но вы увидите. 12-кратный зум. Что там происходит? Правда, немного стабилизация косячит. Но видно, да? Там на велике катаются. Да. Это Заречная. Типа, через реку увидим. Ну, видно. Все, я хочу попасть на мост. И будем стартовать обратно. Потому что я просто не успею доехать. Офигеть! Мы на мосту! У-ху! Так, подождите, ребята. Надо быть... Я повторяю много. Надо быть осторожным. Но тут реально надо быть осторожным. То вы просто можете в кого-нибудь вмазаться или с моста слететь. Короче, поплавать на велике. Фу! Сейчас остановлюсь. Подсниму вам видосики. Это будут крайние кадры. И на этом видос будет заканчиваться. Потому что нужно успеть домой. Сейчас ровно час прошел, как я взял велик. Но на самом деле больше, наверное. Потому что я же не ровно взял. Во сколько там? В 6-7. Ну, в общем, у меня есть час, чтобы вернуть. Даже меньше чуть-чуть. Просто хочу показать мост. Мост влюбленных. Тут, видимо, раньше замки висели. Сейчас их нету. Блин, круто! Он там Заречная. Мы сегодня там были вот далеко. Далеко все моли были. Ну, его тут не видно. Но, в общем, он туда. Вдаль. Очень далеко. Круто. Нет, тут круто. Возможно, мы приедем вечером сюда с мамой. И погуляем. Я его привезу сюда. Я вообще хочу еще заплатить на пару дней. Остаться тут. Потому что мне этот город очень понравился. Я просто хочу, понимаете, сделать сравнение. Напишите в комментариях, вы бы остались или поехали в Крым, в Севастополь. Потому что в будущем я хочу в Севастополе жить. Но, если честно, я пофиг. Я заплачу еще за пару дней. За 2-3 дня переплачу. Будем снимать хату. Но зато я узнаю этот город лучше летом. Сделаю какие-то выводы. Еще сниму велик завтра на целый день. Ну, если останемся, конечно. Может, мы поедем. Напишите в комментариях, есть смысл оставаться. Нет, остались бы вы. Сейчас кайфану чуть-чуть и поеду обратно. Йоо. Пока, ребята. Всем отдыши душевно. И не забудьте написать комментарий. Остались бы вы тут. И что лучше, Севастополь на постоянке жить? Там климат охрененный. Либо Тюмень. Но в Тюмени нету моря, нету гор. И нету такого климата зимой. Зимой снега в Севастополе нет практически. Поэтому напишите. Не забудьте, пожалуйста, в комменте. Все. Пока. От души покидосики. Кайф.